Всем здарова, Лут снова тут и сегодня мы поговорим с вами про, как я думаю, оружие, которое попадет в топ, если не топ 1, то в топ 5 оно должно будет залезти. Это Солнце и Луна, оружие, которое отлично подходит для новичков, офигительное оружие для новичков. Поехали! Теперь при желании ты можешь поддержать канал на бусте, стань фанатиком рандома. В открытый доступ я сливаю все забаненные стримы, а в закрытом доступе, собственно, те видосы, которые я не хочу, чтобы попали в общий доступ, как вот, например, видос, который мне не понравился и я его не стал выкладывать на ютубе, это его первая версия. Или вот, допустим, как я познакомился с продавцами черной платины и куда приводит тупость, собственно, почему я всем и говорю никогда не покупать черную платину, потому что я сам на себе это испытал. В общем, если ты хочешь поддержать канал, ссылки в описании. Вот, ознакомься, первые два места за 2022 год заняли Зорис, который дается новичку по ходу прохождения, и Огрызок войны, то же самое. То есть два первых места. Четвертое место Скиайяти, то есть все оружки, которые идут бесплатно, вот они все. И думаю, где-нибудь здесь на третьем месте, а то и на первом месте, мы скоро увидим с вами Солнце и Луну. Давай начнем с того, что, в общем-то, это оружие дается за прохождение квеста Парадокс Дувери. Точнее, дается его чертеж. Если мы зайдем в кузницу, то мы увидим необходимые на него ресурсы. И вот здесь кроется очень хороший нюанс. На крафт этого оружия, нужно все, что растет, в общем-то, в Дувери. Это Ковник, это Сильфа-Села, а вот это я уже и так набрал, проходя квест начальный. И руническая сущность, это, собственно, падает уже с цепей. Давай на это все глянем. Зайдя вот сюда вот, на карту, ты видишь рожицу сверху справа, нажимаешь на нее. И, в общем-то, здесь вот одинокий путь, Дуверийский путь и цепи. На Дуверийском пути падают все вот эти вот растения, которые все, что нужно для крафта оружия, падают на Дуверийском пути. Ставишь соло, идешь на открытые локации и собираешь. Все. Остальное же, это сущности, они падают с цепей. На миссиях цепей, вот такие вот сундучки-коряги. В общем-то, они узнаваемы. Разбиваешь и получаешь руническую сущность. Вот так выглядит Ковник. Как деревце такое, не знаю. Ну, в общем-то, тоже довольно узнаваемое. Ломаем, поднимаем три Ковника. Если есть бустер, то Ковников будет больше. Растет он, ну вот я сейчас нашел его вот тут. Вот тут, вот тут. Вот на карте я нашел еще один Ковник. Я сейчас нахожусь, ну вот все здесь же, на этом острове в центре. Подбираем еще четыре Ковника. А вот здесь это Сильфсела. Солнечный Сильф. Короче, вот такой солнечный сифилис. И в нем растет как раз этот подсолнухи Сильфсела. После того, как мы все собрали, что нам необходимо, делаем одну миссию, там сундук, например, открыть. У нас считает, вылетает декрет. И после этого можно выходить. Сохраняется все, что сохранилось до последнего декрета. То есть декрет, выполнение декрета, это точка сохранения. Как я уже сказал, последний ингредиент я насобирал, пока проходил парадокс дувери. Если у тебя не хватило, он падает с мобов, которые шарятся по локации дувери по всей. Предлагаю накидать сюда всякого мусора, вот как ты видишь на экране. И в общем-то сходить на сталь. Я кидал всякий мусор, вот просто самый дешевый. Если ты посмотришь, все просто качаются на 5. То есть это нужно мало эндо, это нужны простенькие довольно моды, ну может силу гладиатора только посложнее будет выбить. Остальное все, я не думаю, что будут какие-то сложности. То есть я просто накидал вот самое-самое-самое днищенское все. Итак, мы на земле. Мусорные моды вообще, хлам это сталь. То есть мобы 101-103. Вот удар. И моб падает. Ну скажу так, с эксимусами так не будет легко. Но тем не менее, мобы дохнут на ура. Надрезали, и он спокойно умирает. Чуть-чуть не умер, ладно. Вот пришел приспешник, и против него это будет, конечно, бесполезно. Просто потому, что у приспешника максимум может быть 4 стака. Да нет, это даже его рубит, смотри. Ух, давай отойдем. На сотых этих мобах приспешник, в принципе, дохнет от этого. Надрезали, отошли. И все, сталь наша. Давай теперь возьмем что-нибудь более актуальное. То есть, стенающие раны, ярость берсерка, приток крови, избыточное состояние, размах, чтобы подальше лупила закалка жертвы, силу гладиатора. Ну и край горы, это который дается, собственно, за прохождение квеста. В общем, как видишь, моды вполне стандартные. К вопросу о модах этих, мы еще вернемся в последующих видео. А пока что, вот возьмем вот это. Вообще, это, кстати говоря, это мои никаны. Я просто скопировал с никаны все. Давай посмотрим, как это будет убивать. Итак, мы на луа. 180200 мобы. Как видишь, вот они, 180-е. Мы их просто идем, просто надрезаем. И, в общем-то, если повернемся, смотрим, как они все умирают. Все, пачки косятся просто какими-то, ну... У меня нету кота. То есть, никакие криты, ничего кот не бафал. Чистый урон без всяких кошаков. Итак, какой же итог можно подвести по этому оружию? Смотри, это оружие дается в самом начале. Ресурсы собираются изи, просто иди и собери. Пушку ты получаешь, ну, оружку. Вполне себе хорошую. Моды мусорные убивают мобов. Убивают на стали. На стали дойти с этим оружием до стали. Вполне себе реально. По дороге улучшая билд не то, который я собрал. А вот уже нормально делая. И даже на стали, когда ты уже там все сделал, 200 мобы разваливаются на изи. Что я могу сказать, что отлично мне и думаю большинству таких, кто хайлевелов, это не зайдет. Но это оружие будет популярно. Будет популярно просто потому, что оно будет офигительно. И оно сейчас уже офигительно для новичков. Новичок сначала сделает это оружие. Он им будет убивать, убивать. Потом в какой-то момент он получит картошку. Картошка, кстати, если не знаешь. Это вот действие внизу. И вот это вот. Она увеличивает в два раза вместимость. Так что картошка это вот сюда. После установки картошки он будет постепенно добавлять еще моды. Более серьезные, более интересные. И в итоге, в принципе, он может пройти до стали спокойно. Используя только Солнце и Луну. Так что я ставлю, что это оружие попадет в топ-5. Но если не в этом году по статистике разработчиков вышло оно все-таки не в начале года. То, скорее всего, оно попадет там через год, получается. Через полтора года. Оно где-то должно будет при статистике там на 2024 или 2023. Я что-то там уже запутался. Я думаю, что мы увидим Солнце и Луну в топе у разрабов. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Будет интересно почитать. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки и так далее и тому подобное. Всем удачи и всем пока.